Экологичность Экологичность – главный тренд последних лет, который в России только набирает обороты. Раздельный сбор мусора, второпереработка, экостроительство, деревянное домостроение – одно из популярных направлений этого тренда. В тренд неожиданно для себя попала и семья Ушаковых. Андрею дали квартиру от предприятия в новом доме, сделанном из клееного бруса. Долго привыкать молодой семье не пришлось. У нас привыкли, как бы непривычно были, сейчас привыкли, все нравится. Ощущение, как будто, что мы живем в горном Алтае. Не хватает, конечно, озера, хотя, ну вот, напротив, вот этого воздуха на улице, как горном, не хватает. А так вот, ну, вообще классно, мне нравится. Действительно, мода на деревянное строительство пошла в гору. Республика Алтай – один из примеров. Современные гостиницы, частные дома, шале – все из дерева. Архитекторы подтверждают спрос на проекты с пометкой «экологично только растет». Действительно, это сейчас становится трендом, ввиду того, что люди стремятся к здоровому образу жизни, к земле, так скажем, поближе. Дерево может быть в этом контексте не единственный материал, то есть не может быть, а естественно, не единственный. Но этот материал может быть более выгодный, потому что вот была у нас попытка строить соломенные дома, казалось, что это очень дорого по себестоимости. Кирпич более сложный в процессе строительства. Кирпич проще в многоэтажных домах использовать, а малоэтажное строительство деревянное сейчас очень актуально. Кроме того, для архитекторов дерево – это еще и способ экспериментировать с формой. Здесь особенно помогает клееная древесина, поэтому и не только поэтому популярность набирает клееный брус. Первые российские производители перенимали опыт за границей. Например, финны занимаются строительством из клееного бруса около сотни лет. У этой технологии есть преимущества. Он в эксплуатации более надежен, он долговечен. То есть вот такому дому сюда не выпадает ни влага, ни вредители, чтобы могло разрушить древесину. Клея сегодня современные. Мы берем в Германии у ведущих фирм. Древесина абсолютно безопасная, то есть это проверено, на это есть сертификаты, то есть они не фонят, нет никаких токсичных веществ. То есть древесина продолжает дышать, но за счет того, что она склеена из деревянных ламелей, она принимает определенные формы. Ее не крутит, не ведет, так сказать, снято напряжение, и поэтому она долговечна. Еще один плюс строительства из дерева – безотходное производство. Все, что не идет на декоративные элементы, тоже перерабатывается и становится топливом. Опилки прессуют в пилеты, это вот такие гранулы. Еще один тренд, только теперь в обогреве домов и квартир. Пример соединения экологических трендов в строительстве и переработке вторсырья – экопоселок Янтарный, расположенный в селе Павловск. Его компания «Алтайлес» строит для сотрудников Павловского ДОК. В будущем здесь появится 23 дома из клееного бруса. Сейчас в поселке полностью готов и заселен один 12-квартирный дом. Все материалы, включая окна, двери, лестницы, дерево и своя котельная на пилетах, плюс такой системы в автономности. Пилеты подаются в топку автоматически, внутри отапливаемых помещений тепло, вредных выбросов нет. В Алтайском крае ведение лесного хозяйства оценивается как одно из самых лучших в России. Это не наши слова, это не наше заключение. Это признано всеми ведущими лесоводами России. Чтобы можно было пользоваться продукцией с древесиной бесконечно долго, в крае занимаются уходом за лесом и созданием новых боров. Это необходимо и для обновления леса, и для восстановления после пожаров. Это необходимо, чтобы можно было жить не только в доме из дерева, но и в доме, что стоит среди деревьев. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова